Закрыть все и уехать. И дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? Нет. И будете три года ждать. После того, как эти кадры облетели просторы интернета, глава Мариэлл проснулся знаменитым на всю страну. А слова «и дорогу перекопаю» стали крылатыми. Таких предвыборных откровений не делал ни один кандидат в губернаторе. Сомнений в победе Леонида Маркелова не было. Кандидат от «Единой России» да и шел он уже на четвертый срок подряд. Вся предыдущая оценка деятельности губернатора базировалась на одном. Если он обеспечивал необходимые результаты выборов и на выборы в Государственную Думу, выборы президента и так далее, то все остальные вопросы уходили на второй план. Никого не волновало состояние экономики, социальной сферы и так далее. Если нагнеталась какая-то ситуация, то за счет нефтедолларов шла накачка тех или иных регионов и социальные вопросы снимались. Сегодня же ситуации, когда с бюджетом беда страшная, когда он трещит по всем направлениям, когда цены на нефть падают, от губернаторов начинается требование не только формальных результатов выборов за партию властью, а решения конкретно социально-экономических вопросов. Сейчас в Республике Мариэл работает Генеральная прокуратура. В Москве заинтересовались увлечением Лядина Баракелова архитектурой. В центре города Йошкар-Ала шедевры мировой архитектуры. Спасская башня Московского Кремля, архитектурный комплекс по мотивам замка Шереметьево, набережная Брюге, национальная художественная галерея в итальянском стиле. В общем, глаза разбегаются такой красоты. Но прокуратуру интересует не эстетический вид центра города, а скорее материальный. За те счет построены эти шедевры и кому они могут принадлежать. Территорию под постройку выделил город, а вот тендер на застройку выиграла телекомпания «12 регион». Кроме телеканала, это еще и крупнейшая в Мариэл строительная компания, а принадлежит она одной из родственниц Леонида Баркелова. Телекомпания «12 регион» с большим удовольствием предоставляет в аренду магазинам и банкам помещения в центре города. Куда идут вырученные средства, сейчас выясняет следствие. Такие объекты, как гостиница «Ишкарла», как «Корстон» и торгово-развлекательный комплекс, где пытаются разместить лечебные учреждения, конечно, были выкупаны через доверенные лица из счет бюджетных денег. Потому что это вопрос, а достойна ли сегодня власть представлять интересы народов республики Мариэл? А вот это личная дорога главы Марии Эл. За нее марийский бюджет заплатил больше сотни миллионов рублей. А ведет дорога в резиденцию Леонида Маркелова, в пригород Йошкаралы. Вот эти элитные дома построены в водоохранной зоне озера Карась. Естественно, незаконно. В той же водоохранной зоне и сама резиденция Маркелова. Застройщиком, опять же, оказалась телекомпания «12 регион». А квартиры в этих домах на берегу озера продаются по московским ценам. 100 тысяч рублей за квадратный метр. Самого Леонида Маркелова это ничуть не смущает. Он уверен, что такие постройки только на благо республики. Да и само отношение к коррупции у главы Мариэл весьма своеобразное. Это интервью Маркелов давал еще несколько лет назад. Коррупционное дело в Волжске. Давайте его обсудим. Замглавы администрации города на днях был взят под арест по подозрению во взятке в 250 тысяч рублей. Причем, по данным следствия, это была всего лишь часть суммы, которую он должен был получить за подписание документов о выделении земельных участков под строительство каких-то производственных зданий. Я сомневаюсь, что это взятка. Это какие-то формы коммерческой деятельности, злоупотребления. Да, возможно. Он достойный человек. И я думаю, что не исключена провокация. Возможно, что он увлекся. Возможно, что он где-то злоупотребил. Но мы все живые люди. Ну, представьте себе, что к вам приходится служивец и говорить, слушай, помоги мне, я тебя не забуду. Там человек думает, ну денег мало, зарплата маленькая, да я помогу. Всякое бывает. 15 лет непрерывного и бесконтрольного правления окончательно оторвали Леонида Маркелова от реальности. Он уверовал в свою непобедимость. Это и сыграло с ним злую шутку во время выборов в сентябре этого года. Посмотрите, вот солдат привезли на досрочное голосование. Перед тем, как исполнить гражданский долг, воинам дали приказ, за кого именно голосовать. Нарушения были и при подсчете голосов. Кроме того, Центральная избирательная комиссия республики почему-то решила скрыть поступившие к ней жалобы о нарушениях на участках. Уже несколько недель юристы КПРФ бьются в суде за отмену выборов. В этом моменте получается казус. Мы видим, что есть несоответствие протоколов, полученных нашими членами участковых комиссий и протоколами, которые уже непосредственно введены в систему ГАЗ-выборы. Они нам говорят о том, что это техническая ошибка. Но для того, чтобы выяснить, действительно это техническая ошибка или нет, мы пытались запросить документы непосредственно на списке избирателей и даже, возможно, какой-то повторный подсчет бюллетеней. Ну, естественно, что нам отказывают. Суд не считают необходимым. Почему не считают необходимым? Ну, нам не обосновывают. С коммунистами у Маркелова давние счеты. Он уверен, при советской власти не давали развиваться его творческой натуре. Зато теперь от креатива главы республики в Ёжкар-Оле деваться некуда. Конфликт губернатора и оппозиции уже давно вышел за рамки юрисдикции. Вот это Ёжкин код. Ёжкин код – достопримечательность города Ёжкар-Оле. Он сидит в центре города. А вот рыбные объектки он складывает на газету «Голос правды». Вот такую. «Голос правды» – это издание местных коммунистов. С конкурентами, особенно с коммунистами, Леонид Маркелов не церемонится. Даже в ущерб развитию республики. Гнев марийского князя до сих пор ощущает на себе крупнейший в Мариэл мясопроизводитель. Мясокомбинат Звениковский свою продукцию делает по советскому госту. Поэтому и в колбасе, и в сосисках вместо сои действительно мясо. Причем мясо из-за рубежа не завозят. У Звениковского свой животноводческий комплекс. Образцовый показатель импортозамещения. Казалось бы, гордость республики Мариэл. Но Леонид Маркелов продукции мясокомбината на рынок сдерживает. Иван Казанков, руководитель мясокомбината, убежденный коммунист. На территории производства Владимир Ленин и товарищ Сталин. Мало того, Казанков еще и на выборах заставил понервничать Маркелова. Когда мы в Думу шли на третий созыв, я выиграл у него думские выборы. И в итоге, когда он стал президентом, мне сразу сказал, я тебя через три дня посажу, как только у тебя срок кончится. И хозяйство у тебя обязательно отберу. Вот так и получилось. Через три дня он не смог меня посадить, потому что за мной грехов не было. И пытался у меня и хозяйство отбирать, и на самого наказа, и в уголовные дела, хоть и ничего не нашли. За мошенничество решил привлечь. Ну и тут тоже, благодаря стараниям Геннадия Андреевича, дело забрали в Москву. Оттуда передали Нижний Новгород. Оттуда приехали, проверили. Ну и раз ничего нет, и дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. До суда даже не довели. А три года меня мурыжили. На выборах 2015 года прямой конкурент Леонида Маркелова – коммунист Сергей Мамаев. Кандидату КПРФ удалось набрать больше 30% голосов. Да, конечно, Маркелов набрал больше 50% и пошел на четвертый срок подряд. Но вдруг справедливость восторжествует. И суд учтет нарушения и все же отменит итоги выборов. Сегодня не все так просто, чтобы, как говорится, суд выносит решение, и я завтра стою губернатором. Естественно, будут назначены выборы, и, естественно, мы в них будем принимать участие. Естественно, эти выборы уже будут не совершенно другого, на мой взгляд, формата, с учетом того, что мы провели эту выборную кампанию. Очень замечательно, я бы так сказал, на территории Марийской Республики. И узнаваемость сегодня прекрасна, я с учетом этого хочу сказать, что да, шансы есть. Единственный случай, когда суд отменял итоги выборов, был еще в начале 90-х годов в Амурской области. С тех пор защищать свои голоса в судебном порядке избирателям не удавалось. Может быть, с Мариэлл начнется новая история выборов России. Тем более, четвертый срок подряд действующему главе республики явно вредит здоровью. Он уже начал выбешивать в Йошкар-Оле свои родовые гербы, не относящиеся к республике и городу. Столица республики еще недавно была украшена стихами Маркелова. Свои инициалы Леонид Маркелов, ЛМ, ассоциируют с инициалами великих мира сего. Например, Лоранца Медичи, тоже ЛМ. В Йошкар-Оле ему памятник поставили. Что бы это значило, вопрос в области психиатрии. Иван Жушман, Алексей Шеляков и Николай Прокопенко, КПРФ ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok